Доброе утро, друзья! Доброе праздничное утро еще раз! Сегодня у нас в гостях астролог Денис Курилович. Доброе утро! Доброе утро! Ну, все наши постоянные телезрители вас уже хорошо знают. Каждый понедельник уже на протяжении двух лет у нас в эфире ваша традиционная рубрика, где вы рассказываете о том, что ждет всех на предстоящей неделе. Сегодня мы вас пригласили для того, чтобы вы рассказали, что всех нас ждет в уже наступившем 2021 году. Ну, давайте, наверное, для начала немножко поближе все-таки с вами познакомимся. Расскажите, как вообще у вас все начиналось, почему вдруг вы решили стать астрологами и когда это произошло? Это произошло 12 лет назад, ну, если так, профессионально, когда занялся астрологией, начал изучать. Потому что в детстве меня всегда интересовала астрология, но я был, как ни странно, скептиком. То есть я как бы не верил, не понимал, ну, то есть думал, что что-то есть, но как это работает, ну, это ерунда. Ну, а потом знакомая, с которой мы вместе работали, она говорит, вот, курсы есть, приходи. Я так, ну, надо же узнать, что там, вывести на чистую воду народ. Ну, пошел, ну, вот это как-то все затянуло, то есть начал проверять, смотреть, как это все на практике происходит. Посмотрел, что это оказывается намного сложнее, чем я думал, чем читал по каким-то книгам раньше. И вот заинтересовал и стал. То есть это сейчас моя основная профессия. Ну, и вот расскажите, там же вряд ли написано так, что, типа, ну, вот, козерогам нужно быть осторожным за рулем. Вряд ли там так написано. То есть это какой-то набор каких-то символов, знаков. Как это вообще работает? Чтобы понять, как это работает, ну, вот, если мы представим, как работает прогноз погоды, у них тоже не написано, да, завтра будет дождь или еще. У них есть какой-то набор параметров. Давление, ветер, влажность и тому подобное. В астрологии тоже есть такое. Тоже давление, ветер, влажность. В астрологии другое, да. Там за основу берется реальное движение планет, то есть реальные астрономические данные. И астрология просто анализирует, как эти планеты взаимодействуют между собой. И это напрямую оказывает влияние на определенные знаки зодиака. Да, ну, не напрямую, то, что, как бы, там, планета как-то напрямую через какие-то невидимые энергии, там, или еще что-то. Но есть связь общая, общие какие-то закономерности, может быть, которые мы не знаем, не видим. Наука до сих пор это, ну, или отрицает, или не может объяснить. Ну, неважно. Главное, что это работает. Ну, кто-то верит в это, кто-то нет. Но это работает. То есть я на своем опте убедился, что это работает. Ну, а теперь рассказывайте, что всех нас ждет в 2021-м? К чему готовиться? Готовиться к лучшему. То есть 2021 год будет однозначно лучше, чем, легче, чем 2020. Ну, обычно спрашивают вопросы, такие интересуют. Это финансы, здоровье, отношения, да? То есть, как бы, по разделам принято так говорить. Но хочу сказать, что, в принципе, это все взаимосвязано. То есть одно, второе и третье, оно непосредственно влияет друг на друга. Поэтому я расскажу, в общем, что это будет ожидать, ну, по месяцам. Вот у нас сейчас январь идет. И это такое активное время, напряженное. Здесь много энергии. Можно что-то начинать, какие-то запускать новые проекты, что-то делать, что-то начинать. В феврале немножко... Все начинаем, все в январе. Вот сейчас прям 1 января. С Нового года, да. Ну, как это вот, кстати, очень символично. Потому что бегать я когда начну? С Нового года. Конечно. Курить, когда надо бросать, ну, естественно, с Нового года, да. Худеть тоже, да. Худеть в пятницу. Это будет дешевле будет. Да, ну, сейчас, по крайней мере, много и моральных сил, и с точки зрения астрологии. Февраль, на самом деле. Да, февраль. Февраль мы не напрягаемся, так как в январе. Мы отдыхаем. Ну, конечно, прекрасно. У меня отпуск. Февраль мы анализируем то, что мы сделали в январе. То есть, ну, такой отдых небольшой. Просто будет еще такая ситуация, скажем, непонятная, что происходит, куда двигаться. Ну, как бы психологического. С точки зрения психологии нам будет немножко непонятно. Внешняя ситуация с экономикой. То есть, анализируем просто спокойно. Ты когда составляла план, графика отпусков, ты согласовывала с Денисом? Нет, нет, все случайно. Да, да, да. Ну, я, ну, хорошо, буду внимательно относиться к твоему графику, когда, чтобы мне тоже расслабляться. До отпусков дойдем, да. В марте станет уже более-менее понятно, что происходит, и мы тоже лучше уже поймем и наши желания, наши какие-то намерения. Будет понятно, куда двигаться, по крайней мере. Наверное, потому что отдохнули. В феврале. В этом, да, скажем, в этом отношении тоже. В апреле хороший месяц такой для того, чтобы начинать что-то. То есть, опять же, мы уже подумали, определились, что делать, хорошо двигаться, то есть, в каком-то направлении. Май-июнь будет много эмоций. Вот, поэтому нужно быть тут осторожнее. Как бы, с одной стороны, повышенная такая эмоциональность, с другой стороны, можно наломать много таких, ну, дров. Ну, то есть, просто эмоции. Вы не говорите о том, положительные или отрицательные. Да, просто эмоции. Ну, слушай внимательно. Эмоции будут преобладать над разумом, поэтому нужно немножко, ну, может быть, наоборот, стараться. Больше разума. Больше разума, то есть, ну, не поддаваться, вот, если там захотелось что-то, желание, там, может, купить, там, или еще что-то необоснованное, опять же, необоснованное какое-то вдруг. То нужно задать, а реально ли, может, подождать немножко, подумать, вот, как-то так. Июль дальше. Июль. Хорошее время для того, чтобы, то есть, опять же, много будет энергии. Хорошее время для того, чтобы начинать, ну, и вообще что-либо делать. То есть, ну, позитивное время, то есть, среди всего года. Да, это одно из самых таких активных мероприятий. Правда, последняя неделя июля, она будет немного напряженной. И поэтому, возможно, какие-то могут быть, там, ну, травмоопасные ситуации тоже осторожнее. На воде. На воде в том числе. Август-сентябрь – это такие два месяца рабочих, когда мы делаем то, что раньше запланировано. Ну, опять же, чего-то нового, может быть, ну, не стоит начинать. Это вот, что раньше мы задумали, просто те дела, которые мы делаем, хорошо в это время как-то вложиться. И мы можем довести до конца. Довести до конца, много чего сделать. То есть, такая работоспособная два этих месяца, ну, вот, хорошие месяцы. Дальше октябрь у нас. Октябрь – немножко такая напряженная ситуация. И тема финансов всплывет, и тема отношений. Поэтому, опять же, будет много энергии. Вот, можно строить отношения или финансы. И, опять же, заниматься еще какой-то, может быть, физической деятельностью. В спортзал пойти или еще что-то. Ну, то есть, будет много энергии, ее нужно направить в нужное русло. Дальше – ноябрь. Ноябрь будет такой напряженный месяц в плане… У нас будет повышенная самооценка, будем о себе, может быть, много чего думать. То есть, я такой, я такой. Вот, захочется что-то изменить, но, опять же, не время для того, чтобы поменять. То есть, лучше как-то переосмыслить ситуацию, перевести ее на какой-то новый уровень. И декабрь. И декабрь, да. Традиционно мы подводим итоги. Не лучшее время для начинаний. Анализируем, что было у нас как бы в прошлом году, то есть уже в 21-м. Вот. И строим планы на следующий год. Вот так. Супер, замечательно. Это все касается всех, я правильно понимаю. А если говорить о конкретных, может быть, каких-то знаках зодиака или по восточному гороскопу, кому вот все-таки в 2021-м повезет больше всего? Хорошо. Сначала небольшое отступление такое, что значит знаки зодиака, да? На самом деле мы себя считаем каким-то одним знаком зодиака. Я там Овин или я Стрелец. Но на самом деле в нас несколько знаков зодиака работают. То есть я одновременно и Овин, и у меня еще четыре знака зодиака во мне скрыты. Ну, то есть такие психотипы. Поэтому наш знак зодиака, это, скажем, самый активный. Но есть еще и другие. Но скажу просто, что знаком зодиака, которые умеют работать с информацией, как-то перестраиваться, это знаки воздуха. Это близнецы у нас, это весы и это водолей. Опять же понадобится договариваться, внедрять новые какие-то новшества в свою жизнь. И вот те знаки зодиака, которые вот этим обладают, эти знаки воздуха, для них, ну, скажем, год подходящий. И еще это знаки воздуха. То есть кроме воздуха, огня. Это Овин, Лев и Стрелец. Почему? Потому что они, скажем, ну, любят принимать все новое и, скажем так, вперед и с песней. Им повезет, да? У них просто настрой будет, срезонирует с настроем года. То есть не повезет, а резонал будет. Я понял. Короче, ты кто попала в список? Попала, я Стрелец. Я пока в аутсайдерах подожду. Подожду 2022-го. Там, говорят, получше будет. А какой период все-таки будет самым благоприятным? Вот для всех, для всех. Если уже не выделять какие-то отдельные знаки. Да что там для всех? Для козерогов. Для козерогов, да, в том числе. Для козерогов. Это для вас, да, я так понимаю? Да, для тех, кому не повезет. У кого год не резонирует, скажем так. Для козерогов вообще хороший период, это когда можно строить планы и когда можно что-то делать. То есть когда они могут вложить силы, чего-то достичь, это хорошее время будет сентябрь и август. Рабочее время, то есть когда продуктивное, когда это будет их стихия, их направление. Как раз там с картошкой совпадает. Да, они так могут в это время очень многого достичь. Ну вот для козерогов примерно так. Супер, спасибо, буду узнать. Буду ждать. Ну ждем август тогда, все, можно расслабиться. А если говорить о каких-то конкретных таких вот значимых в жизни событиях? Смене места работы, например, или переезд. Место жительства, да. Переезд. Ну переезжать в этом году как-то может слишком так не стоит резко. Потому что и так очень много изменений. И переезжать, ну если это у вас было уже как бы заранее запланировано. Ну август, сентябрь. Нет, вообще на год. То есть ну планировали уже, были скажем какие-то наметки для того, чтобы это случилось. И сейчас предоставилась какая-то ситуация, то это можно делать. А если вот так вот с бухты барахты бах, и вот там хочу переехать, все тут надоело, ну я не рекомендую этого делать под влиянием эмоций. Потому что такой год эмоциональный, активный, и можно наломать просто дров. С переменной работы тоже. Будет очень хотеться чего-то нового, потому что в этом году будет затронута тема свободы. Такая, что хочу свободы, это же опять делать, что хочу. Но тут нужно понять, что свобода это что такое. Нужно понимать свои границы, уметь отстаивать и понимать границы другого. То, что наша свобода, говорят, заканчивается там, где начинается свобода другого. В этом году нам будет очень хотеться присоединиться к какой-то команде, которая сходна с нами по ценностям. Поэтому если вы сможете найти такую команду или такую работу, то, пожалуйста, переходите. Если просто я хочу там свободы... Что-то нового. Что-то нового, да. То есть это не лучший вариант. Хорошо. Главный вопрос, наверное, который меня очень волнует и очень интересует. Вы свою жизнь планируете в зависимости от... Нет, нет, подожди, подожди. Я думала, ты спросишь, можно ли жениться в этом году. Это ты... Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Как ты подвела к этому вопросу? Можно ли жениться или выходить замуж? Рекомендуете ли вы как астролог? Можно. И даже нужно. Тебе-то чего переживать? Я за тебя переживаю. Спасибо большое. Я-то думаю, хоть кто-то переживает. Но опять же, если это не из-под палки какое-то, может, общественное время там или... То есть такое, ну, как бы, мнение, вот, что пришло там время жениться, как бы нужно, вот, что скажет окружающее... Полностью согласен, абсолютно. Абсолютно. Это умный человек. Хорошее время для этого задуматься, вот, в начале года, это будет, вот, январь-февраль, а в марте уже что-то прояснится. То есть, как бы, человек, там, поймет, там, тот этот человек, с которым он встречается или нет, ну, а в апреле уже можно действовать. Хорошее время задуматься в марте, вернее, в январе и феврале, а вот решиться, может, в 2030 году. И еще, еще, то, что меня волнует тоже, путешествия. Несмотря на то, что пока у нас закрыты границы, что скажете вы, как астролог? Путешествия, ну, тут что-то прогнозировать тяжело в этом плане. Скажем, с апреля месяца, с марта-апреля, немножко будет уже, ну, границы приоткрываться чуть-чуть. То есть уже какие-то послабления будут, какие-то нововведения. Может быть, больше будет правил каких-то введено жестких ограничений, то есть кому можно выезжать. А если не говорить вот об этих правилах, об этих ограничениях, звезды что говорят? Скажем, полегче будет переезжать, перемещаться уже с марта-апреля. Поэтому, ну, вот с этого времени, в принципе, это летние сезоны, уже можно как-то планировать. Пусть не массово, но... Отпуск все-таки на февраль была неплохая идея. А у меня еще останется две недельки. Все, это март. На август. А в августе надо работать, ты что, не слышала, что ли? Это тебе. Я понял. Ну, давай сейчас свой вопрос. Я буду работать и отдыхай. Вы свою жизнь планируете, исходя из как раз-таки того, что говорят звезды? Либо это все больше... Не, мне про себя неинтересно, я лучше посмотрю про все. С некоторых пор начал планировать, потому что вот реально такое, что я... Это неинтересно, да, то есть как бы... Ну, не то, что неинтересно, это интересно, но когда про себя что-то смотришь, это обычно страшно. Да, вдруг получится, вдруг не получится. Кому-то другому говорить, ты не привязан уже. Вот у тебя примерно такие-такие-такие тренды. Да, да, то есть как бы независимо можно сказать, там, ну, примерно, скажем, тренды для человека, что там, что ждет, там, с какими ситуациями придется столкнуться. А всегда, ну, самому это сложно. Но с некоторых пор я начинаю это делать. Но делаю сначала как? Я не сначала смотрю прогнозы, сначала, ну, свои планы, опять же. Строю планы на следующий год какие-то, там, примерно. И потом уже беру прогноз общий, начинаю смотреть, что мне лучше, когда делать, в какой период. Уже как бы соотношу свои планы с прогнозами. Со временем, ну, это правильно. Вот таким вот образом. Очень грамотно, я бы сказал. Ну, так советуете всем делать или все-таки... В первую очередь, да, потому что астрология, она не что-то такое, что существует отдельно от человека. Она была дана человеку для того, чтобы, ну, помочь ему как-то понять себя лучше и понять, ну, скажем, как действовать в непонятное, скажем, в новое время, вот сейчас то, что происходит. То есть какие будут тренды, какие будут какие-то новшества, то есть на что ориентироваться. Вот для этого была создана астрология, как в помощи, как инструмент. Супер, спасибо большое за такие приоткрытия завесы тайны, потому что меня, в принципе, очень-очень заинтересовало, особенно август-сентябрь в этом регионе. Спасибо большое, что пришли. С наступившими и с наступающими праздниками у нас. Да, спасибо вам также. Всего хорошего, приходите к нам еще. С удовольствием. Спасибо. Напоминаем, в гостях у нас был астролог Денис Курилович. Ну, а мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok